Здравствуйте! В эфире программа «Юрисконсульт». Тема сегодняшней передачи — «Изъятие земельного участка». Изъятие земельного участка возможно в следующих случаях. Для государственных или муниципальных нужд, в случае ненадлежащего использования земли, в случае реквизиции и в случае конфискации. Изъятие для государственных или муниципальных нужд предусмотрено статьей 279 Гражданского кодекса и статьями 49 и 56-2 Земельного кодекса РФ. Земельные участки для государственных или муниципальных нужд изымаются в исключительных случаях, связанных с государственными или муниципальными нуждами. В зависимости от того, для чьих нужд изымается земля, выкуп осуществляют Российская Федерация, соответствующий субъект Российской Федерации или муниципальное образование. Решение об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд принимают федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органы местного самоуправления. Правообладатель земельного участка должен быть письменно уведомлен о принятом решении об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд органам, принявшим решение об изъятии. За изымаемый земельный участок его правообладателю предоставляется возмещение. При этом при определении размера возмещения в него включается рыночная стоимость земельного участка, право собственности на который подлежит прекращению, или рыночная стоимость иных прав на земельный участок, подлежащих прекращению и убытке, причиненные изъятием такого земельного участка, в том числе упущенная выгода. В случае, если одновременно с изъятием земельного участка осуществляется изъятие расположенных на нем и принадлежащих правообладателю данного земельного участка объектов недвижимого имущества, в возмещение за изымаемое имущество включается рыночная стоимость объектов недвижимого имущества, право собственности, на которое подлежит прекращению, или рыночная стоимость иных прав на объекты недвижимого имущества, подлежащих прекращению. Сроки, размер возмещения и другие условия, на которых осуществляется изъятие земельного участка, определяются соглашением об изъятии земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимости. При наличии согласия лица, у которого изымается земельный участок, в соглашении об изъятии может быть предусмотрено предоставление этому лицу иного земельного участка или иного недвижимого имущества на условиях и в порядке, которые определены законодательством, с учетом стоимости такого земельного участка и иного недвижимого имущества или прав на них в размер возмещения за изымаемый земельный участок. Принудительное изъятие земельного участка для государственных или муниципальных нужд допускается при условии предварительного и равноценного возмещения. При этом сроки, размер возмещения и другие условия, на которых осуществляется принудительное изъятие земельного участка, определяются судом. Изъятие земельного участка возможно также в случае неиспользования по целевому назначению или использования с нарушениями. Такой порядок предусмотрен статьями 284-286 Гражданского кодекса РФ. Земельный участок может быть изъят у собственника, когда участок предназначен для введения сельского хозяйства или жилищного, или иного строительства, и не используется для этих целей в течение трех лет, если более длительный срок не установлен законом. В этот период не включается время, необходимое для освоения участка, а также время, в течение которого участок не мог быть использован по целевому назначению из-за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование. Земельный участок может быть изъят у собственника, если участок используется с нарушением требований законодательства РФ, в частности, используется не по целевому назначению, или его использование приводит к существенному снижению плодородия земель в сельскохозяйственном назначении, либо причинению вреда окружающей среде. В отношении земельных участков, которые после изъятия могут быть предоставлены гражданам, проводится административное обследование. В ходе обследования должностные лица органов государственного земельного надзора проверяют состояние и способы использования земельного участка правообладателями. В случае выявления нарушений земельного законодательства правообладатель может быть привлечен к административной и иной ответственности. Изъятие земельного участка в порядке реквизиции предусмотрено статьей 242 Гражданского кодекса и статьей 51 Земельного кодекса РФ. Земельный участок могут изъять у собственника, уполномоченные исполнительные органы государственной власти в порядке реквизиции. Это возможно только в случае стихийных бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотий и при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер. Стоит отметить, что реквизиция подразумевает временный характер изъятия, а если изъятый земельный участок будет невозможно вернуть, то собственнику должны выплатить его рыночную стоимость или по его желанию предоставить равноценный участок в другом месте. Изъятие в случае конфискации предусмотрено статьей 243 Гражданского кодекса РФ и статьей 50 Земельного кодекса. Земельный участок может быть безвозмездно изъят, то есть конфискован у собственника только по решению суда в виде санкции за совершение преступления. На этом на сегодня все. Если у вас есть вопросы, звоните по телефону, который вы видите на ваших экранах. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok